именно на эту группу людей которые страдают массой хронических заболеваний на смертность влияет не только к вид и другие заболевания том числе и грипп который мы переживали каждый год например та же самая гриппозная инфекция грипп может явиться причиной толчком можно сказать для того чтобы наступил этот печальный момент и чем больше человек имеет хронических заболеваний тем больше процент риска в основном это можно перечислять многие заболевания это сердечно-сосудистые это хронические заболевания органов дыхания это онкологические заболевания очень коварное заболевания сахарный диабет, когда присоединяются наши острые респираторные заболевания, и он наступает в стадии декомпенсации с разными осложнениями. Это ожирение на сегодняшний день, нужно говорить об этом и призывать людей правильно вести здоровый образ жизни. Это люди, страдающие вредными привычками, ведущие асоциальный образ жизни. Это наркомания, токсикомания. Если я посмотрю этот перечень пациентов, которые умерли, и в диагнозе звучит COVID как основное заболевание, то есть это люди с верифицированным заболеванием COVID-19, они имеют массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь в сердце. Вижу пациента с онкопатологией, с метастазами в разные органы. Вижу человека с сахарным диабетом, ожирением второй степени, ожирение третьей степени. То есть, по сути, COVID, если бы это был здоровый молодой человек, как я уже перед этим вам сказала, они очень многие переносят бессимптомно или малосимптомно. Порой это, скажем так, заболевание, выявленное случайно, только благодаря тому, что они попали в контакты, и были проведены специфические обследования, как ПЦР-диагностика. Умирают больше от того, что есть тяжелые хронические болезни. А COVID явился такой последней точкой, который способствовал тому, что все эти хронические болезни пришли в состояние декомпенсации. И, собственно, если говорить о причинах смерти, все люди при любых заболеваниях, они умирают примерно от одних и тех же причин. Это от сердечной недостаточности или от дыхательной недостаточности, которые, вот эта цепочка патогенетическая, приводит чаще всего это хронические болезни. А COVID, он явился триггером, пусковым механизмом, который обострил вот эти все состояния болезней. Поэтому понятно, если мы говорим, что я достоверно могу сказать, что молодые люди на сегодняшний день очень много переносят легко это заболевание.